Лучше, чем вчера. Хуже, чем завтра. Все, кто остались на арене вживых после взрыва, землетрясения и увиденного были просто в ужасе. Это же просто были игры, после которых кланы должны были заключить союз. Узумаки очень сильно сбило дыхание и теперь тяжело дышало. Ей было очень больно. В какой-то момент девушка будто очнулась от и сна, увидев кровь на своем оружии, которая медленно стекала вниз, ей больше не хотелось улыбаться или смеяться над этой ситуацией. Она опустила барьер и из ее рук исчезли катаны, которые отнимали столько сил, причиняя внутреннюю и физическую боль. Элай сделала шаг и тут же поняла, что ноги ее совсем не держат, потому что она не привыкла к таким сражениям. Девушка потеряла равновесие и бессильно начала падать. В тот момент, когда она уже поняла, что сейчас снова ударится, ее подхватили чьи-то сильные руки и понесли в сторону выхода. «Ты как всегда», — прозвучал недовольный голос Мадары и Элари чуть улыбнулась. «Деревня скрытая в листве? Мне нравится». «Спасибо», — девушка прильнула к его груди и закрыла глаза, проваливаясь в глубокий сон, потому что больше не было сил. И последние ее мысли были благодарностью за то, что Учхо скинул ее вниз и вернул ей прежние величия. Многие шины без других кланов больше не поднялись, но их соклановцы без слов выкарабкивались из-под руины арены, а потом, захватив с собой трупы друзей, медленно двигались к выходу из деревни. Это было ужасное зрелище и невозможно было смотреть без слез на эту ситуацию. Кланы были сами виноваты в заговоре против деревни. И теперь они были вынуждены в страхе покидать это место. Только Хаширама стоял и не двигался. Он был очень расстроен. Син-Джу мечтал о мире, о союзе с другими кланами, и считал, что все это не должно было произойти. Столько человек погибли просто из-за того, что она перестала контролировать свои эмоции и захотела показать всем, на что способны деревни и что никто их не одолеет. Всего лишь то. Даже один из основателей не имеет права принимать такие решения самостоятельно, ведь Элай только что разрушила репутацию мира в их деревне. Син-Джу сильно сжал пальцы в кулак и посмотрел вслед Мадари, который нес девушку, не вернувшую себе прежний цвет волос, в сторону части клана Узумуки. Ее невероятно длинные волосы были ярко-красного цвета. Даже у Мита не было такой длины. Он видел ее такой только второй раз в жизни. И каждый раз эти волосы напоминали ему цвет свежей крови. Хаширама, не надо ее винить, Мита мягко положила ему руку на плечо, а потом развернула его к себе, положив ладони на лицо своего мужа, чтобы он посмотрел на нее. Она уже давно не может контролировать свиток внутри себя. Какой еще свиток? В этот момент Син-Джу понял, что все вокруг него и даже Мадара, знают про Илай все, а он нет. Хаширама и понятия не имел, о чем говорила Мита, но, видимо, теперь скрывать этот факт больше не было смысла. Ты вообще о чем? Жена лидера громко вздохнула и начала свой долгий рассказ про страшные тайны, которые все эти годы скрывал клан Узумуки. Когда Илай проснулась, то сразу почувствовала боль во всем теле. На секунду ей показалось, что она совсем не может двигаться, но потом, медленно пошевелив сначала одним пальцем руки, а потом и остальными, начала осознавать, что все в порядке. Девушка тяжело приподняла веки, взмахнув длинными ресницами и ей в глаза ударил солнечный свет. Наконец-то ты проснулась. Узумуки медленно, все еще ничего не понимая, повернула голову в сторону того, кто с ней заговорил. Хаширама. Она узнала его голос, но все было как в тумане. Девушка тихонько застонала от головной боли и положила ладонь на лоб, в надежде, что она пройдет. Последние воспоминания мгновенно всплыли у нее перед глазами. Узумуки ясно видела, как одним ударом убила множество шинобей и потом просто разорвала зазнавшегося мальчишку. Воды. Обеспокоенно спросил Синджу. После того, как девушка кивнула, он сразу налил в стакан из кувшина прозрачную жидкость. Элая смотрела на свою ладонь и чувствовала только одно, сила вернулась. Вернулась то, что девушка так сильно ненавидела, но за эти годы поняла, насколько она уже не может без сражений, не индюцию этого жгучего желания изнутри. Где Мадара? Хрипло спросила девушка, внимательно посмотрев на Хашираму, который явно сидел здесь не для того, чтобы просто налить ей воды, когда она очнется. У него было слишком много вопросов, которые уже витали в воздухе, но он не был готов их задать. Он организует зачистку в деревне, постарался вкратце объяснить ситуацию Синджу. Все действительно было понятно. Сколько вреда она причинила в деревне, в которую вложила столько сил. Почему же так легко разрушила то, что они строили все это время? Прости меня. Искренне попросила прощения девушка и полностью закрыла глаза рукой. И Лайя хотела плакать и кричать, разгромить здесь все, но какой же был в этом смысл? Они бы все равно атаковали всю деревню после игр, тяжело вздохнул Хаширама. Люди из его клана устроили жесткий допрос у нескольких выживших и добились их признания. У них была миссия уничтожить и развалить ее. Жалкие трусы, горько прошептала девушка, гневно сжав ладони в кулак. Ни за что не прощу тех, кто обидит жителей деревни. Столько времени прошло с тех пор, как Лайя начала понимать, что такое война, и сколько сил было вложено для того, чтобы изменить мир, в котором она жила. Именно поэтому Узумаки больше не даст никого в обиду. Дети будут жить в мире и все будет хорошо. Но именно в день битвы с Шенра девушка наконец-то поняла, какие же для этого нужны жертвы. Всегда будут те, кто будет убивать для того, чтобы остальные не знали, что такое убийство. «Но ты ведь не одна?» Грустно начал Хаширома и эти слова эхом отразились у девушки в голове. «Мы вместе защитим то, что нам дорого». Почему ей казалось, что Синджу будто читал ее мысли? Откуда он знал то, о чем она все это время думала? Лайя тяжело поднялась с кровати и тут же пошатнулась, чуть не упав обратно. Она резким движением руки запретила себе помогать, когда Синджу уже готов был подскочить к ней и направилась в сторону выхода. «Где он?» Спросила девушка, остановившись в проходе и оперевшись на дверь. Синджу узнал, что ему не удастся ее остановить. Он только глубоко вздохнул и посмотрел на ее красивую и изящную спину. Волосы девушки были распущены из-за путаны и задвины, но... красный. Какой же это невероятно насыщенный и яркий цвет, прям как ее душа. Она такая же яркая и светящаяся внутри, как и ее волосы. «Я не знаю», покачал головой Синджу и все, что он увидел, как она ушла, закрыв за собой дверь. Оставила его наедине с вопросами, которые он так и не смог ей задать. Хаширома присел обратно на стол и посмотрел в окно. Была прекрасная погода, но даже этот фактор не смог поднять ему настроение. Мужчина лишь тяжело вздохнул и понял, что Узумаки не хочет говорить с ним об этом. Но, по какой-то причине рассказала уже про все свои секреты Мадари. Синджу просто не понимал, в какой момент Илая предпочла друга, а не его. Много лет назад Узумаки даже воротил от него нос, когда Учиха пытался зло пошутить в ее сторону. «Эх!» грустно улыбнулся Хаширома и закрыл глаза, чтобы не заплакать. «Друг так друг!» «Да он, впрочем, никогда на большее не рассчитывал, ведь... ты в порядке!» пропел любимый голос совсем рядом. «Мита!» Синджу с любовью посмотрел в сторону жены, которая стояла в дверном проеме и также грустно улыбалась. «Все хорошо!» «Она никому не хочет об этом говорить», Узумаки знала, о чем он думал в этот момент. И на вопросы бы не ответила. «Я знаю!» «Знаю!» «Люди подавлены, Хаширома!» серьезно продолжила девушка. «Больше нет смысла вести себя как в детском саду», Мита подошла ближе и аккуратно прикоснулась ладонями к его щекам. «Пора брать власть в свои руки!» «Я хочу, чтобы Мадара стал Хакаги», покачал головой Синджу, обняв жену за талию. В этом году Мита стала его поддержкой и той, кто может быть настоящим другом. Старейшина Узумаки против его кандидатуры и тем более против. Мита замолчала, ведь и так все было очень понятно. «Никто не подходит на это место больше, чем ты. Ты против своей же подруги. Поинтересовался Синджу и от его слов Узумаки стало еще грустнее. Я люблю Элайю», немного возмутилась девушка. «Но она уже совсем себя не контролирует. Порой, мне, кажется, что она скоро сорвется на меня», сразу пояснила Мита, чтобы Хаширама не подумала о том, что она против Элайи. «И в порыве злости просто убьет». Последние годы спасало только то, что она совсем перестала использовать чакру, а потом и вовсе закрыла ее. Но вчера Синджу крепко обнял Мита и уткнулся ей головой в грудь. Все было и так ясно. Теперь он все знал, поэтому пора восстанавливать деревню и заключать нормальные союзы с проверенными кланами. Теперь все будет по-другому. «Я не хочу править деревней один», озвучил все свои мысли в голове Хаширама и радостно улыбнулся. Он решил для себя одну очень важную вещь, но в тот момент он еще не знал, что этого никогда не случится. «Мы сделаем это вместе». Элая шла в сторону выхода из города. Ей казалось, что она знает, где Мадара, потому что он всегда уходил из города, когда был не в себе, хотел побыть один или ему было грустно. Девушка была уверена в этом. И в итоге оказалась права. Элая пришла на ту самую поляну, где обычно смотрела тренировки ее друзей. Но в этот раз Мадара был один и просто лежал на траве, положив руки под голову. Узумаки бесшумно подошла поближе, но он все равно почувствовал ее еще издалека. «Как тебе твоя сила?» поинтересовался Учха, не открывая глаз. Он знал, что это пришло именно Элая. Ее чакру он мог узнать везде, как бы она ее теперь не скрывала. «Я ее еще не восстановила полностью, но теперь девушка сжала руки в кулак и почувствовала, как по ее энергетическим каналам течет чакра. Это было волшебное чувство, о котором она уже забыла. Узумаки на конец ты чувствовала себя живой и больше никогда не позволит забрать у себя это ощущение. Бойся меня, Мадара. Тебя?» Громко рассмеялся Учха и сел на траву, внимательно следя за всеми движениями девушки. Она была настроена серьезно, но его это совсем не волновало. «Лучше скажи мне, сколько всего ты можешь вызвать из своего свитка?» На пару секунд Элая оторопела. Откуда он мог это знать? Ему не могла об этом рассказать Мита, это же тайна. Узумаки медленно приложила левую руку к браслету на правой руке и немного сжала. Это напомнило ей тот день, когда она впервые их увидела в детстве и не могла понять, почему же так больно. Но со временем Узумаки привыкла, ведь эта боль не оставила ее ни на минуту. «Я не знаю», Мадара пожала плечами Элая, посмотрев на свои браслеты, которые были словно впечатаны в кожу. «Куной, одной парной катаны, но это не последний призыв. Там есть что-то еще», прошептала она и ее голос заставил Учиха заинтересоваться еще больше. «Что-то, на что нужно очень много чакры, но даже у меня ее столько». «Нет». Мадара резко поднялся на ноги и подошел почти вплотную. Он взял в руки ее кисть и поднес поближе, чтобы наконец-то за все эти годы рассмотреть, что это на самом деле такое. «А ты хоть раз пыталась призвать это что-то?» Поинтересовался парень Элая обреченно и кивнула. Мадара внимательно рассматривал браслет и свитка. На нем были странные, еле заметные надписи на старом языке, которого он не знал. Между серебром и кожей совсем не было места. Они как будто впились в кожу и сравнялись с ней. «Ты пыталась их снять? Да, но...» Узумаки замолчала, ведь ей совсем нечего было ему ответить. Она закрыла глаза и молча забрала свою руку, опустив ее вниз. «Это невозможно!» «С каких пор ты стал такой пессимисткой?» Усмехнулся Мадара, но в этот раз он не увидел улыбки в ответ. Элая только опустила взгляд, а потом и вовсе закрыла глаза. С тех пор, как девушка не смогла закончить предложение, потому что ее голос задрожал, а на глазах появились слезы. Узумаки сразу вспомнила сестру, которую увидела, пока была без сознания. Такая изящная и красивая, она даже на небесах волнуется за нее и приходит, чтобы помочь. Откуда ты знаешь про свиток? Ее требовательный голос и смена темы заставили понять Мадару, насколько же сильно она не хотела, чтобы хоть кто-то узнал об этой тайне. Но очень хуже все знал. Твоя сестра рассказала мне, парень был невероятно спокоен, даже несмотря на то, что девушка от злости сжала руки в кулак, но так и не подняла голову. Ильяна, она сказала, что ты должна стать следующим главой клана, ведь так хотел твой отец. Ты врешь, после долгой паузы тиха, но очень зло начала Элая. Она подняла свою голову и Мадара сразу увидел на ее глазах слезы. Лжец. Я не убивал ее. С ноткой возмущений пытался оправдаться Элая. Кажется, он так и не понял, что она все еще подозревает его. И сейчас сделал выводы, что, на самом деле, Узумаки все еще обижается на него и ни разу не простила. Тогда почему именно ты тогда стоял над ней? Узумаки уже перешла на крик и злобно уставилась на парня, который уже не знал, как ей доказать, что это не так. «Ты Мадара. Но почему там стоял ты, а не кто-то другой?» И в этот момент Учиха понял одну важную вещь. Она злилась не на него. Элая злилась на себя. Девушка уже давно поняла, что это был не он, но... она просто боялась признаться в этом. Боялась, но сама это прекрасно понимала. Узумаки уже не меняла цвет волос. Он был настоящим ярко-красным. Это означало, что сейчас она все еще была на эмоциях и не могла контролировать свою силу. В ее глазах полыхало пламя, но это была не ненависть. Это была боль, которую она так и не смогла никому высказать, ведь у нее больше никого не осталось. Потому что я пытался ей помочь. Элая громко и очень тяжело вздохнула. В этот момент все стало не иметь значения, а его слова эхом отразились у нее в голове. Он просто хотел ей помочь. Она ведь знала об этом, зная просто помочь. Я все знаю, но так и не смогла это принять. И все это время злилась на себя за то, что просто не может простить. Повисла напряженная пауза, где каждый из них ждал, что другой начнет разговор первым. Но никто не мог. Элая, было тяжело даже сделать вдох. И, когда девушка уже собиралась развернуться и уйти, понимая, насколько сильно она этим разрушит их дружеские отношения, прозвучил его голос. Твой геном настолько неразработанный, что твои техники сложно вообще назвать нормальными. Учхо разрушил ту тишину, которую она очень боялась и пусть то, с чего он начал было неправильно, но именно его голос заставил ее улыбаться. Неправда. Надулась у зумки, поставив руки в бок. Ее личико было настолько милым, что Мадара громко рассмеялся и его смех теплым разлился у нее на душе. Девушка засмеялась вместе с ним. Ее мы начинаем нашу первую тренировку. Торжественно начал Мадара и тут же обнажил свою острую катану. А ты настроен серьезно, Элая хитро прищурилась, коварно улыбаясь. Они вдвоем начали медленно ходить по кругу, молчаливо и напряженно противостоя друг другу. Мадара неожиданно напал первый, занося катану над головой девушки, которая выставила руки перед лицом, скрестив их между собой. Удар был не настолько сильным, но Узумаки четко почувствовала, как он использовал чакру и теперь будто вдавливал ее в землю. Только защита в данном случае не поможет. Элая присела, а затем подпрыгнула, резко откинув руки в разные стороны. Девушка довольно улыбнулась и понеслась на Мадару, уклоняясь от его катану и целясь точно по болевым точкам. Мадар очень легко уклонялся от каждого удара, но в один момент он допустил ошибку и чуть наклонился назад. Элая сразу поняла, что это ее шанс. В одно мгновение она вызвала катану и молниеносно направила ее в самое сердце противника, но очка ждал этого. Он легко перехватил ее руку, при этом повернув спиной к себе. Девушка чувствовала, как он дышит ей в затылок, отчего у нее перехватило дыхание, а парень держал ее руку вместе с оружием, направляя его в сторону. «Ты сможешь!» прошептал он и положил левую руку на плечо Узумаки, которая сразу почувствовала прилив сил, которых до этого у нее словно не было. Чакра переполняла ее каналы и как будто пыталась вырваться через свиток. Стало очень неприятно и больно. Кисть будто жгла огнем, а по телу разливался жуткий и металлический холод. Свиток пытался вырваться у нее изнутри, в надежде разорвать печать, а Элая именно этого и боялась. Она закрыла глаза в надежде, что боль пройдет и у нее все получится. Все, но... Внезапно, браслет ослепительно засиял, а катана в руке начала расти, скрывая истинное оружие за золотым свечением, которое постепенно превращалось в длинный жезл. На то, чтобы вызвать следующее оружие требовалось неимоверно количество чакры, но благодаря Мадаре, она смогла преодолеть это ограничение. Узумаки с удивлением и восторгом смотрела на то, как жезл начинает закругляться и вытягиваться, превращаясь во что-то очень странное и необычное. Что это? С восхищением прошептала девушка, когда свет почти потух и осталось только неизвестное ей оружие, которое она впредь и не видел вовсе. Мадаре, внимательно наблюдая за этим созданием к призывам, был удивлен от того, что увидел. Он знал, что это. Однажды им пришлось напасть с кланом на одно поселение в стране земли и парень видел, как этим орудием срезали траву. Это косо, объяснил ей очхая, не отпуская руку девушки, поднес необычное оружие ближе к лицу, чтобы хорошенько разглядеть. Лезвие к усу было невероятно острым и, смотря на него, Мадаре казалось, что, если им просто провести, то оно развежет воздух в ближайшем километре. От него шла невероятная сила и в этот момент очхая поймал себя на мысли о том, что как же ему повезло, что у нее не хватает чакр и это вызвать самостоятельно. Вот это да! Восхищенно прошептала девушка, не отрывая глаз от завораживающей красоты. Какая прелесть! Прелесть! Учхо был того же мнения, но чувство волнения не покидало его. Он резко отодвинулся от девушки и убрал руки. В этот момент косо растворилось в золотом свечении. Я даже не знала, что такое бывает. Радостно завопил Илая, чуть ли не прыгая от счастья. Чего радуешься? Недовольно пробурчал Учхо. Теперь он действительно понимал насколько страшна ее сила. Вот почему старейшины ее боятся. Они боятся, что однажды она перестанет контролировать цветок, просто разнесет все, что видит. Вчера на арене Илая понимала, что делает и даже поставила защиту, чтобы никого не задеть, но что будет, если она забудет про всех своих родных? В следующий раз Узумаки может никого не пожалеть. Мадара. Илая сразу увидела, как побелело его лицо, на котором выступил холодный пот. Девушка прекрасно понимала, о чем он думает, и именно это ее расстраивало больше всего. Что? Тихо начала она, опустив голову вниз. Ты теперь действительно меня боишься? Так же, как и они все. Мадара молчал. И эта тишина все больше добивала Илая, которая внутри уже сжалась в маленький комочек. Убитых словом добивают молчанием. Еще секунды и она бы резко стартанула, чтобы убежать из этого места, деревни, от этих людей, которые в конце концов просто ее все здесь и убьют из-за страха, который разъедает их чертовы души. Прощай, Мадара. Где-то глубоко внутри девушка уже рыдала, и эти слезы душили, не давая нормально дышать. Илая закатила глаза кверху, чтобы не начать плакать, часто моргая. Ты такой же, как и они. Я Мадара искала ночеха, тихо начал парень, серьезно посмотрев ей в глаза. Он знал, что сделал ошибку. Парень делал их постоянно. Постоянно обижал ее и еще больше добивал, но она, Илая была невероятно сильной. Мало, кто бы смог противостоять своему клану с ранних лет. У Зумаки воистину сильнейшая шиноби. Ты что думаешь, что я могу хоть кого-то бояться? Мадара. В голосе девушки он услышал надежду, а потом увидел, как ее волосы медленно приобретали блондинистый цвет. Илая такая необычайная, совершенно другая, никто из его знакомых девушек не был настолько превосходным во всем. Но почему же она не верит в себя? С завтрашнего дня и каждый вечер мы будем тренироваться вместе, твердо заявил очиха и повернулся в сторону деревни. Я сделаю все, чтобы ты смогла вызвать это оружие. Не жди от меня поблажек. Крикнул ей Мадара. Илая довольно улыбнулась, побежав вслед за ним. С того самого дня жизнь в деревне закипела по новой. Каждый день можно было увидеть, как шины обезостраивали деревню и переделывали полностью арену. Никто не вспоминал, то, что произошло, все вели себя как раньше, а с Узумаки стали общаться еще лучше. С ней, конечно, и раньше здоровались, но теперь еще и дружелюбно улыбались, а некоторые дети восторженно бросались и висели на шее, в надежде, что Илая их чему-нибудь научит. Все и каждый был доволен, что она избавила их от тех, кто мог разрушить мир, но только старейшины клана Узумаки были очень возмущены тем, что монстр ходит на свободе. Каждый раз они поднимали этот вопрос на общем совете, но Хаширама был против, чтобы они высказывались по этому поводу. Она вам не оружие. Возмущался клан Синджу и единственные адекватные старейшины их называл Мадара, ведь старики из его клана были просто недовольны, но именно тем, что силы Илая принадлежат не им. Илая опасна. Продолжал того, для того, чтобы убедить всех и каждого, что она должна быть заперта и выпустить ее можно только во время войны. Прекратите! Рявкнул Мадара, отчего все сразу вздрогнули. В комнате наступила жуткая тишина. Кто-то испугался, кто-то был недоволен, но каждый замолчал. Всем было понятно, что ни Хаширама, ни Мадара не будут с ними заодно, а ведь именно они являются главами деревни. Кто давал вам на это право? Учхо тяжело вздохнул и пронзил каждого злобным взглядом. Кто дал вам право запечатывать в нее свиток, а потом еще и бояться того, кого создали сами? Продолжил Мадара, отчего клан Синджу оторопел, как и остальные из клана Учхо. Никто об этом не знал, поэтому новость, что они услышали, была максимально абсурдной в их понимании. Запечатывание Свиток Живое существо невозможно запечатать предмет. Разве это не запрещено? Вопросы лились отовсюду. Пока старейшины Узумаки напряглись и замолчали, другие начали бурное обсуждение и наезд на их клан. Именно этого эффекта и добивался Мадара. Реакция других кланов должна была полностью подавить решимость Узумаки, что так сильно сопротивлялись и не хотели признавать Илаю. Это правда? Спустя время потребовали ответ кланучиха и Синджу, но Узумаки лишь презрительно прищурились. Теперь Мадара стал для них врагом номер один, но на тот момент парень еще не понял, что теперь они сделают все, чтобы власть ему не досталась. Кланучиха не стоит совать нос не в свои дела, начать того, но главный и самый адекватный старейший Узумаки тяжело вздохнул, положив руку на плечо неугомонному старику. Он, медленно поглаживая свою бороду, грустно посмотрел на это древние традиции нашего клана и мы не можем пойти против наших предков, в его голосе можно было услышать сочувствие, но Учиха не собирался верить его словам. Ребенок в семье каждого третьего поколения должен быть отдан на запечатывание. Вы не имеете права так поступать с детьми, грубо отрезал Мадара и тут же увидел на себе ядовитый взгляд одного старейшины, который прям говорил, заткнись, щенок. Элай и Узумаки невероятно сильна, продолжили главу Синджу, чьи от Узумаки, они были расстроены тем, что у них не было такого сильного шиноби, так же, как и Учиха. Интересно, сколько лет она еще сможет прожить? Учиха с ужасом прислушался к разговору, не понимая, о чем они говорят. Неужели эти старики знали об этих техниках? Обычно дети не доживали до десять, продолжил того и Хаширом и Смадарой в недоумении переглянулись. Как, как о смертях детей можно говорить так легко? Ей уже больше двадцать лет. Мы не знаем сколько ее организм протянет еще. Мне кажется до этого ее спасало то, что несколько лет девочка не пользовалась техниками и каналы чакры не функционировали, задумчиво произнес старейшина Кисагаки. В любом случае, за ней просто можно наблюдать. Пришли к компромиссу старейшина Синджу и больше никто ничего возражать не стал, потому что все понимали еще чуть-чуть и снова разразился скандал. Следующая повестка нашего собрания всегда должен быть кто-то нейтральный среди тех, кто не может договориться. Однажды в деревню забрел один старик, который был простым путником, но случайно наткнулся на хаширому. Разговорившись, Синджу узнал о других сражениях и ужасной войне, которая недавно закончилась в стране самураев. С тех пор самурагин является нейтральным представителем на совете кланов. Без Илайи ничего решать не будем, твердо решил Синджу и грозно скрестил руки. Узумаки были сильно недовольны, но Кисагаки был солидарен с остальными. Почему ее вообще нет на совете? Удивился он и тут же подозвал к себе какого-то юнца, который мгновенно соскочил с места и понесся на поиски девушки. Чего? Удивилась Илайи, когда к ним подбежал паренек из Синджу и позвал на совет старейшин. Вместе с Митой они сидели в раминой, которую Узумаки любила больше всего. Девушки в недоумении уставились на гонца, а потом молча переглянулись. Я не собираюсь участвовать в этом, Илайя потянулась за палочками и длинно их разломила, задумавшись над словами паренька. Вас ждут на совете, повторил он с мольбой в глазах, надеясь, что она передумает, иначе ему не сдобровать. Какое мне до них дело? Возмутилась Узумаки и продолжила есть. Но Мит опустила глаза в тарелку и застыла. Илайя сразу заметила этот жест, понимая, что подруга что-то точно знает, но не говорит. Что-то случилось? Илайя тяжело вздохнула Мита. Конечно, девушка все знала. На то она и жена Хаширамы, которая знает все его желания. Что ты делаешь? Что делаю я? Удивилась Узумаки, только открыв рот, чтобы начать возмущаться, но Мита не дала ей закончить. Они делят власть, как ты не понимаешь. Подняла голос Мита и серьезно посмотрела ей в глаза, чтобы та наконец поняла, что ей придется брать ответственность в свои руки. Когда до тебя уже дойдет, что Хаширамы хочет править втроем? Мне не нужна эта власть. Воскликнула Элая Мита услышала в ее голосе злость. Девушка злобно сжала палочки, и они тут же треснули напополам. Мита посмотри на меня. Потребовала Узумаки и ее волосы мгновенно окрасились в красный. Посмотри тогда ты увидишь, что я не могу контролировать даже свиток внутри себя. О какой власти ты вообще говоришь? Мита с сочувствием смотрела на подругу и понимала только одно, Элая настолько зациклилась на своем мире, что не замечала того, что происходит вокруг. Она просто пыталась защитить свой маленький мир, но у нее совсем не получалось это делать, а все из-за того, что эти старейшины сделали с ней. Они гнобили и не верили в то, что девушка просто сильная и никому не причинит зла. Все, что она делает, всегда было на благо клана, друзей, деревни, но эти старики в упор этого не видели, поэтому в один момент Элая просто перестала что-либо делать на благо. Мита, пожалуйста. В глазах у Зумаки подруга увидела боль, которую та постоянно скрывает. Я хочу просто жить в свое удовольствие. На секунду Элая замолчала, заставляя ее испытывать те же чувства, что и она сама. Хочу защитить то, что мне дорого, а не то, что нужно. Гонец, который стоял рядом не промолвил ни слова. Он слушал, но не понимал, о чем именно идет речь, зато теперь точно знал, почему Элая ни разу не появилась на совете. Это было ее собственное желание. Она просто хотела жить счастливой жизнью, а не быть в центре внимания. Я хочу, чтобы они все просто от меня отстали. После этого повисла пауза, во время которой Мита молча посмотрела на паренька Синджу и глазами прогнула его из раменной. Теперь она точно знала, кто будет править деревней. Элая выбыла со счетов. Из всех, кто мог действительно быть Хакаги, оставался только Хаширама, ведь Мадара на ее взгляд совсем не подходил на эту роль. Теперь Мита поняла, какой же все-таки Элая была дурой. Все, о чем когда-либо мечтала дочь Шины была именно у ее подруги, которая это совершенно не ценила. Девушка резко отодвинула стул, отчего Элая вздрогнула и вопросительно посмотрела на нее. Мита, я не хочу ничего от тебя слышать. Она резко оборвала узум Маки, не собираясь ее больше слушать. Девушка трясла от злости, но потом она внимательно посмотрела на шокированный взгляд Элая, которая все еще сидела со сломанными палочками в руках. Почему? Но почему она ничего не хочет понять? Мита была очень умной для своего возраста, и она прекрасно знала, что следует за тем, когда глава пытался быть безучастным. Ее отец не смог претендовать на пост Хакаги, потому что он хотел, чтобы правили молодые, поскольку идея мира была именно их и забирать чью-то славу он не собирался. А Элая было все равно. Неужели клан Узумаки в итоге так и останется непричастным к созданию В итоге никто не отметит это в истории, потому что именно ее клан не собирался ничего делать. Мита готова была уже расплакаться, но вовремя отпомнилась, что по статусу плакать ей больше не положено и злиться кстати тоже. Девушка сделала глубокий вдох, а потом выдохнула из себя все эти эмоции. Она жена главы клана Синджу, и ей больше не положено себя так вести. Мита Синджу Девушка медленно оторвалась от стола и вышла из раминой, сдерживая свои эмоции. Если никто не хочет править этой деревней, она сама возьмется за это и сделает все, чтобы их деревня была сильнейшей. Мита, подожди. Элайя мгновенно выскочила за ней вслед. Но подруга не остановилась, из-за чего Зумаки почувствовала себя ужасно виноватой. Ты дура, прошептала Мита, но Элайя услышала это очень отчетливо. И кроме своей гордыни у тебя ничего нет. У Зумаки застыла, не в силах ничего сделать. Она молча смотрела на то, как Мит уходит, не сказав больше ни слова. Но очень скоро девушка поняла, что она еще может все исправить и даже знает, как. Элайя резко повернулась в другую сторону и словно ветер понеслась к резиденции будущего правителя деревней. Она резко ворвалась в комнату, чуть ли не ногой выпив эту дверь, а вместе с ней гонца, который только пришел. Ой, неловко произнесла она, когда увидела «Извините», пробормотала девушка и села на соседний стул Мадары. Когда Учиха ее увидел, у него с плеч будто бы упал тяжелый груз. Парень был уверен, что она не придет. Ничто раньше не могло заставить ее прийти на собрание, а тут она прилетела на крыльях ветра. Старейшины Учиха и Синджу испытывали к девушке уважение. Несмотря на то, что они сейчас узнали, отношение к Узумаке они совсем не поменяли. Элай на их взгляд так и осталась невероятно сильной кунаичи клана Узумаки. О чем разговор? Поинтересовалась девушка, глупо улыбаясь. Ей все еще было очень неловко, тем более, что гонец еще не пришел в себя, а остальные молча следили за ней. Будем править втроем. Заключил Хаширама, довольно улыбнувшись и подняв большой палец вверх. Втроем. Элай тяжело знала, что за этим последует, но все равно снова расстроилась из-за его слов. Конечно, ей приятно, что ее друзья заботятся о ней, но... Хаширама, я... Грустно начала она, но тут же замолчала и в комнате повисла пауза. Все следили за каждым ее движением и именно это заставило Элай взять себя в руки и продолжить. Я... Мы... Она посмотрела на Мадару и видела его желание править вместе или быть Хакаги, но... не могла. Почему же она не чувствовала то же самого? Элай любила их. Любила и готова была отдать жизнь, но взять в руки то, что она ненавидела больше всего, она не хотела, чтобы ее признали только потому, что она станет Хакаги. Все-таки девушки не слишком хороши в политике, улыбнулась Узумке, включая женские чары для того, чтобы сейчас все думали, что она полная дурочка, которая ничего не знает. Если уж она и хотела бы стать Хакаги, то только после того, как люди признали бы ее. Мадара в свою очередь смотрел на то, кого она из себя строит, и расстраивался еще больше. Я бы хотела быть главнокомандующим армии деревни, она серьезно посмотрела в глаза самураю Гину и в этот момент он почувствовал дрожь в коленях. Этот взгляд, она смотрела на него так, словно готова была убить на месте, если он пойдет против ее слов. А все остальное меня не интересует. Ее холодный взгляд чувствовали все. Он не был сосредоточен на ком-то конкретном, но каждый понял, что она не собирался брать власть в свои руки. Хаширама с грустью смотрел на его когда-то первую любовь. Элая стала совсем другой. Этот мир изменил ее так сильно, что он уже совсем не видел в ней той девочки, которая играла вместе с ними. Я могу возглавить армию Шиноби, серьезно повторила девушка, до боли сжав кулаки, лежавшие у нее на коленях. А правление доверить Мадаре и Хашираме. Старейшины явно были недовольны тем, что про них она ни слова не сказала. Мне хочется защитить наш мир любой ценой. Даже если ценой будет ее жизнь, я сделаю все, чтобы Канаха была сильнейшей. Синджу улыбнулся. Она, как истинная мать, которая защищает своих детей, пытался защитить деревню. Мадара и Хашираме переглянулись, бросив значительные взгляды друг на друга. Несмотря на то, что на их лице были достаточно смешанные эмоции, но они знали только одно, Элай права. С того самого дня деревни скрытого листа не проиграла ни одной битвы с другими, и детская кровь больше не пролилась. Боги Шиноби, можно попробовать зайти с другой стороны каньона. Этот год выдался для других стран довольно тяжелым, ведь, кто бы ни нападал на Канаху, им давали мощный отпор. Те, кто успевал и понимал критичность всей ситуации, бежали как можно дальше, ведь армия Канахи не брала никого в плен. Это будет неожиданная атака сверху. Это был кровавый год. Все в один момент как будто пытались уничтожить союз в стране огня. Но теперь другие страны были жутко напуганы. Деревни скрытого листа ни на кого не нападало, но тем не менее они могли в любой момент завоевать все страны. Это не будет неожиданностью. Легенды и слухи будоражили кровь, распространяясь с огромной скоростью. Каждый знал, что деревни листа словно зачарованы и неприкасаемы. Нам нужен хороший план. Выжившие часто рассказывали, что даже, когда армия Шиноби подходила совсем вплотную, никто не мог туда проникнуть из-за огромного купола фиолетовых отражений, полностью защищающего деревню. И сейчас Мадара и Хаширама устало слушали предложения военных советников. Все, о чем они говорили, было недостаточно для победы, к которой они стремились. В один момент разразился спор и мужчины уже были готовы к тому, чтобы выгнать всех из военной палаты, находящейся вдали от деревни, как вдруг ткани входа резко отодвинули и в комнату вошла девушка. В палате сразу возникла тишина и все с нетерпением посмотрели в ее сторону. Как обстановка на фронте. Ее лицо было очень серьезным, но для условий, в которых они находились, выглядела она прекрасно и как всегда величественно. Элая прошла к столу с картой и хваднокровно оценила обстановку. Облако настроено решительно, она нахмурила брови и провела пальцем по карте, останавливая его в нескольких милях от Канохи. Такое чувство, что они вызвали подкрепление. Узумаки продолжила смотреть на место, которое обозначило на карте, а потом медленно перевела взгляд на Мадару с Хаширомой. «Тогда нам ничего не остается, как разбить их армию до того, как придет другая», тяжело вздохнул Синджу. Среди всех присутствующих он больше всех устал от бесконечной войны. У него сложилось чувство, что это не тот мир, к которому он стремился. Все они об этом думали, но Мадару единственный понимал, что войны всегда были неизбежны. «Скорее всего, времени нет», покачала головой Лайя, оперся двумя руками на стол. По ней было видно, что она практически не спала в последние дни и была достаточно уставшей. «Сколько ты еще сможешь держать оборону?» задумчиво спросила Чеха, рассчитывая у себя в голове дни и то, сколько еще они смогут держать осаду. До смерти отрезала девушка, подразумевая, что за нее не нужно беспокоиться. «Но я не хочу продолжения этой бессмысленной войны». «За что?» горько прошептала она, опустив голову. «За что они сражаются?» «Что им нужно?» «Территория?» «Люди?» «Деревня?» Она переходила на крик, но никто не мог ответить на ее вопросы. «Что им нужно?» Ей было искренне непонятно, почему все вокруг начали на них нападать после инцидента с кланом Шенера. «Сегодня наша армия должна зайти в деревню», твердо заявила она. «Вы хотите сдаться?» воскликнул военный советник, но девушка тут же его пронзила уничтожающим взглядом. «Я хочу закончить все до завтра и пойти нормально поспать и поесть рамен». Наехала Элайя и тут же увидела, как Мадара усмехнулся. «Что?» Снова возмутилась Узумки, но мужчина лишь подошел к ней со спины и подставил стул, усаживая на него свою подругу. Слишком долго он ничего не делал, сложив все обязанности на Элайи Хаширому. Нали Исаки, приказал Мадара и вышел из палаты, уже не слушая возмущения по поводу того, что она не пьет. Рядом с палатой стоял Шиноби, охраняющий их покой, но теперь это больше не его обязанность. «Передай всем, что вся армия должна собраться возле главных ворот в деревню». «Когда?» Не понял Шиноби и Синджу, но Мадара чуть не убил его одним взглядом. «Сейчас». Шиноби понимающий кивнул и скрылся в ночи. «Как ты собираешься держать защиту и сражаться одновременно?» Хаширома в который раз пытался донести свою заботу, но Узумаки словно не слышала. Девушка пила чай, который ей любезно налил военных советников вместо Саки. Она не могла снять напряжение. «Все было слишком ответственно, чтобы пить именно сейчас». «Я просто хочу, чтобы все выжили», задумчиво произнесла Лайя, а потом серьезно посмотрела на друга, которого знала столько лет. «Сильнее тебя и Мадара Шинаби просто?» «Нет». Воскликнула она. «Вы боги Шинаби. И сейчас самое время доказать каждой деревне. Каждому Шинаби, что Клинаха сильнее каждого, и она никогда не даст себя в обиду». Синджу узнал, что Мадара сейчас собирают войско для того, чтобы они все вернулись под защиту в деревню. Пока была ночь, враги затаились и это был шанс встретить их на рассвете и без всяких ограничений просто растоптать. «Ты одна из нас», внезапно сменил тон Синджу, гордо улыбнувшись. «Если мы боги, то и ты тоже». Элая счастливо улыбнулась. И пусть она не может быть такой сильной, к тому же слаба здоровьем и так и не научилась управлять свитком, слышать это от него было так приятно. Тогда мы тройка богов в Шинаби. Негромко посмеялась девушка и в этот момент они оба почувствовали, как чакра их армия скрылась и встретилась глазами с Синджу и тяжело выдохнула. «Пора». Хаширама молча кивнул, и они вместе вышли из палаты. «Сейчас вокруг них нет ни одного Шинаби из их деревни, а значит, можно не сдерживаться», холодно озвучил мысли всех троих Мадара, скрестив руки перед грудью. Его настрой был настолько боевой, что Синджу и Узумаки почувствовали холод на коже. Что верно, Хаширама медленно поднял в реки, наблюдая как армия из облака и каких-то еще маленьких поселений и направляются в сторону каньона. То верно. Элайя смотрела на то, как огромное пятно из Шинаби расплывается на горизонте и в какой-то степени даже обрадовалась. Последний раз она так и рорвалась в бой, когда в деревне объявился клан Шинра, но в этот раз ее голова была холодной, а в крови не кипела ярость. Все понимали, что эта война была гораздо серьезнее остальных. И в этот раз победа будет за нами. Синхронно воскликнула троица лидеров и они молниеносно направились в разные стороны, чтобы уничтожить тех, кто нападает. Повсюду были слышны и видны гигантские огненные взрывы, деревянные джунгли прорывали землю и на много километров вперед, а ярко-фиолетовый цвет прорезал пространство так далеко, что Шинаби вдалеке просто слепли. Три основателя были неподражаемы. Их скорость была настолько мощной, что рядовые Шинаби просто не замечали ничего, что происходит. Ниндзя десятками взлетали на воздух каждую секунду. Обстановка накалилась так сильно, что в один момент облако поняло, что им не захватить Канаху. Они даже не смогли подобраться к деревне, а их армия уже практически нет. Где ваш правитель? Недовольно воскликнул Мадаро, взяв за голову одного Шинаби и подняв его одной рукой в воздух. Я ничего не скажу тебе. От боли завопил мужчина, пытаясь выбраться, но в следующую секунду послышался Хруст и Шинаби замертво падал на землю. Так было с каждым, кто не отвечал у Чихи, но ведь на одна тысяча воинов всегда найдется один предатель. Райкаги не воюет с нами. Проорал один из таких ничтожеств, в надежде спастись за такую информацию. Но из-за этого Мадаро разозлился не еще сильнее, в бешенстве отбросив в сторону эту крысу. Они воевали втроем за свою деревню, а тот, кто на них нападал даже не воспринимает их силы всерьез. Учиха в гневе активировал Шаринган, сложив вместе несколько печатей, и в этот момент небо почернело. Стало настолько темно, что было практически не видно, что происходит. Многие Шинаби с ужасом посмотрели на небо, чувствуя от него невероятную силу. Что это? Какой-то молодой парень из облака испуганно прищурился, смотря на черное грозовое небо. Нет. Это было единственное, что он смог произнести до того, как в него ударила яркая, просто ослепительная молния. И так было с каждым Шинаби, находящимся под этим гигантским огромным облаком смерти. Хаширама, отчетливо слышав страшные вопли со стороны Учихи, сражался дальше без улыбки. Все это было ужасно. Кровь и бесконечный поток смерти смутил его в край. Он так не хотел Илай тоже, но почему-то именно она больше всех понимала, что ради мира придется чем-то жертвовать. Синджу одним взмахом руки выращивал в один миг огромные корни, которые ветвились и ветвились, не давая пройти ни одному Шинаби мимо. Корни сдавливали тело, а те, кто сопротивлялись, душили сами себя и в итоге отключались. Хаширама старался никого не убивать, но он понимал, если сейчас не убьют противника, тот может воткнуть в него куны в спину. Илай молча наблюдала у самой деревни за сражением своих друзей. Взрыв. Еще один. Какая ирония, какой же это мир, что это за фальш? Она не этого всего хотела. Море крови. Опять, они снова по локоть в крови, Узумыки оглянулась назад, в поисках поддержки и увидела много Шинаби, стоящих за ее защитой в виде фиолетовых отражений. Никто не может выйти из них, а зайти тем более. Ее защита нерушима. И все эти взгляды за этой оградой были полны надежды и уверенности в них. За спиной послышался страшный взрыв, а каньон резко осветило ярким светом. Элай рукой прикрыла глаза, чтобы не ослепнуть. Она чувствовала всю злость от яростного Мадары, которую он испытывал. Молнии грозно сверкали, мгновенно испепеляя большое количество людей. Со стороны Хаширама было не меньше криков, боли и душераздирающих воплей. Те, кто понимал, что в этой схватке им не жить, начали убегать в противоположную сторону от деревни, лишь бы успеть уйти от таких бесстрашных шиноби. Лидеры были явно довольны своей работой. В тот момент, когда Элайя подумала, что скоро все закончится, ей на глаза попалась группа, которая просто стояла плотным кругом, держась за руки. Что за? Эта странная чакра внезапно появилась в воздухе и было совершенно не непонятно, что с этим делать. Точнее, что они вообще делали? На узумки нахлынули очень смешанные чувства. Было понятно, что они выполняют какую-то технику, но складывалось ощущение, что им не хватает сил. Девушка медленно подошла ближе и увидела, как на земле появился яркий свет, который был предвестником чего-то страшного и сильного. Элайя застыла в недоумении. Но не это поразило девушку. Их повязки. Кто они такие? Это не повязки облака. Больше напоминало лицо какого-нибудь демона из древних свитков. Лица этих Шиноби были максимально спокойными. Они даже не обратили внимания на стоящую рядом узумки. Еще секунды и внутри у девушки все сжалось от странной силы, что вдруг встрепенулось внутри. Свиток. Да нет, он никогда себя так не проявлял. Что же это? Элайя совсем не шевелилась и замерла, всматриваясь, что будет дальше, как вдруг Учиха одним движением руки просто снес незнакомцев и яркий круг сразу перестал существовать. Дура! Грубо воскликнул мужчина, очень сильно напугав узумаки, которая словно очнулась от сна. Ты что делаешь? Мадара! Удивленно прошептала девушка, сжав правую руку в кулак и прикоснувшись им к груди. Странное чувство исчезло, не оставив после себя следа. Ты почему их сразу не вынесла? Продолжала наезжать Учиха, подходит все ближе и ближе, пока расстояние между ними не уменьшилось до пары сантиметров. Это же техника призыва. Призыв? Ну конечно! Как же она раньше не догадалась? Эти шины обе призывали что-то, что бы удоражило сознание, но видимо им не хватило сил. Я не могла пошевелиться, сдержанно ответила Элайя, сделав шаг назад. Мадара стоял слишком близко и из-за этого ее сердце начало стучать слишком сильно. От тебя никакого толку. Уже неосознанно продолжил ругаться Учиха, не понимая, что этим очень сильно задел подругу. Она снова шагнула назад, обхватив правой рукой локоть левой, улыбнувшись с болью в глазах. Прости. Грустно прошептала Изума Киа, опустив взгляд, чтобы не встречаться с его, направилась в сторону деревни. Элайя сначала не понял Учиха, но потом тихонько взвыл, врывая волосы на голове. Опять он ее обидел. Снова задел ее чувства и теперь это скажется на ее силе. Когда же прекратятся все эти заскоки с его и ее стороны? Мадара молча наблюдал, как Хаширама крепко обнял подруга, громко смеясь. Они победили. Узума Киа Синджу подошли к своей деревне и счастливо помахали рукой уже вопящему и счастливому народу, которые кидали повязки, шапки, вещи, обнимались и плакали. Деревня скрытая в листве снова победила. И все понимали насколько же их лидеры невероятны. Амадара все наблюдал за всей этой ситуацией, впервые за все годы почувствовал себя отшельником. Это чувство все больше раздирало его изнутри, накручивая себя, что он лишний, как типичная девчонка. И вся эта ситуация со счастливыми друзьями вопящей от счастья деревне с тех пор постоянно стояла у него перед глазами. «Ты все-таки решил пойти?» Удивилась Лайя, провожая Хашираму выходя из деревни. Как всегда, серьезный Амадара стоял рядом и спокойно вздохнул, понимая, что это все равно нужно было сделать раньше. «Деревня, скрытая в песке, согласилась быть нашим союзником, поэтому я отправляюсь заключить договор», улыбнулся Синджу, а потом довольно повернулся к выходу. Он обещал, что, с того дня, войны больше не будет. И Хашираму сделает все, чтобы был мир. «Возвращайся скорее», Лайя крепко обняла друга, пожелав хорошей дороге. Мадара тоже хотел, чтобы Синджу не пропадал надолго, а то его назойливый брат будет мешать им управлять деревней. «Позаботься о ней», шепотом попросил Хаширама, пожав руку Мадары, которому показалось, что тот вел себя так, как будто они видятся в последний раз. «Иди уже», буркнул Учиха, отчего Синджу громко засмеялся, но эта мысль не давала мужчине покоя. Что-то его очень сильно волновало, но вот что. Лайя с любовью в глазах смотрела вслед уходящему Хашираме и его команде Шинобе, но ее терзало чувство сомнений. Оно так же плотно, как и у Мадары, засело в груди и не собралось ее покидать. Надвигалось нечто страшное. Но никто из них не сказал этого вслух. Все и так было понятно. Ты хотя бы иногда будешь стараться. После обеда Учиха и Узумаки вместе выходили за деревню, чтобы тренироваться. И пусть на них оставили обязанности Хаширамы, они всегда любили в это время учиться новым техникам у друг друга. Я не могу здесь использовать это ниндюцу в полную силу. Элая видела в Мадаре кладе знаний и потрясающую силу, которой она восхищалась. Но его поведение оставляло делать лучшего так же, как и отношение к ней. Хаширамы уже не было два дня и никому было останавливать Учиху от всяких низких шуточек в ее сторону и высказываний. Тогда покажи. Несмотря на то, что Элая так и не смогла сдерживать цветок, все ее вспышки гнева постепенно угасали. И теперь их было все меньше и меньше. Геном. Элая не раз показывала Мадаре техники абсолютного генома и каждый раз он был в восторге от увиденного. Он пытался повторить, но в итоге все заканчивалось разочарование. Элая же восхищалась его стойкостью и тем, что он всегда думает о том, что в итоге у него все получится. Учиха никогда не сдавался. Вода. Абсолютный геном соединений всех основных стихий, которыми может обладать Шиноби. Есть те, кто может пользоваться всеми, но нет тех, кто сможет сделать это одновременно. Земля. Учиха активировал Шаринган, полностью изучая каждую малейшую деталь для дальнейшей тренировки. Он был напряжен как никогда в предвкушении еще не достигнутых высот. Огонь. Огонь был самой любимой стихией Мадары. Он знал про него все, но присоединить огонь к воде было нечто невероятным и сложным. С присоединением третьего элемента техника уже имела другой цвет, а шар в руке Лай начал светиться темным цветом. Ветер. Последние стихии вызывали тихий ужас в сердце каждого, кто видел, как последний элемент ярко сияет, вливаясь в темный шар, объединяющий в себе все три элемента. Но не Мадара. Учиха всегда с неким упоением смотрел на это перевоплощение. В руке девушки был мощный сгусток абсолютного генома, а сама техника сияла темно-фиолетовым цветом, внутри которого, словно ночью, блестело множество звезд. В момент скрещения поднялся сильный ветер, который поднял всю пыль и листву, закружив вокруг шара. Мужчина с восхищением смотрел на девушку, которая влюбленными глазами смотрела на свое творение. С каждым днем он все больше и больше думал о ней, представлял рядом с собой, но дальше думать не смел. Что-то или кто-то заставлял его держать себя в руках. Ее улыбка была триггером, который заставлял трепетать его чувства. Но он не понимал, почему это Лайя. Когда-то он уже сказал Хашираме, что у него точно не будет такой жены, как у Зумки, но время говорило ему обратное. В глазах девушки все так же отражалось тепло и доброта. И теперь, когда Мадара смотрел в них, то вспоминал моменты из детства, когда они все вместе играли и мечтали о мире. Теперь они выросли и создали его. Многое, что поменялось, но одно точно не изменилось, отношение к друзьям. Война затмила все эти чувства, но, когда на его руках умерла Элианна, Учхо многое вспомнил и понял, что был неправ. Теперь он снова добреет, верит в союз и даже в любовь. Когда отец умер, Мадара не плакал. Да, ему было грустно, но он не чувствовал себя так ужасно, как в тот момент, когда Лайя рыдала от горя на поле, которое в итоге он жег. Отец был прекрасным учителем, но очень жестоким человеком, и эта жестокость в какой-то момент переполнила чашу. Будешь повторять? Ее голос вывел мужчину из своих мыслей, и он не сразу понял, что она спросила. Нет, спустя какое-то время ответил мужчина. Он подошел к ближайшему дереву, опираясь об него спиной, устало скатился вниз. Эта техника все так же была ему непонятна, а Шаринган не смог уловить суть. Вроде все видно, каждую деталь, но как только он начинает применять идеальное копирование, то что-то идет не так, и элементы не могут слиться в один сгусток чакры. Лайя, сбросив технику, следом за ним присела на траву с другой стороны ствола. Она, запрокинув голову, смотрела куда-то сквозь листву абсолютно пустым взглядом. Куда-то за пределы леса, в чистое и запредельно голубое небо. Этот момент ей напомнил день, когда они сидели с Мадарой у реки, и он рассказывал про своих братьев, которые почти все погибли во время войны. Воспоминания о той битве не были хорошими, поэтому Лайя все меньше возвращалась к тем ужасающим событиям. Ведь, когда она думала об этом, перед глазами сразу появлялась Ириана. Сегодня была отличная погода, но что-то им не давало покоя. Однако Лайя просто сбрасывала это на отсутствие Хаширумы. Мадара краем глаза посмотрел на девушку, завороженно смотрящую в небо. Ее золотые волосы так красиво светились в свете уходящего солнца, а широко распахнутые глаза сияли прекрасным фиалковым оттенком. В какой же момент он начала на нее так смотреть? Порой она вела себя совсем как ребенок, а иногда ее поведение было достойно мудрой Кунаичи, которая уже перевалила за 50. Но Мадара знал, что это ее придумано когда-то возраст. И знал, что в этом виноваты только он и Хаширума. Мужчина помнил ее в то время, когда она была трепетной, пугливой, но очень решительной девочкой. Однако Лайя позже них начала осознавать, что все для нее находится во враждебном мире. И после этого она обдуманно вооружила себя против него. Никто из тех, в ком запечатали свиток оружия, не мог вызвать больше, чем простой клинок. Правда на нем не было цепи. А Лайя смогла вызвать больше, чем все кто-либо. Двойной клинок был ее самым мощнейшим оружием. Но в тот момент Узумаки уже никому не могла верить. Панцирь ее враждебности медленно нарастал, но Учиха даже не смог увидеть этого момента, чтобы предотвратить. Лайя тренировалась всегда одна на всем, чем можно. И носила маски, в которые начала верить и сама. Но Мадара любил ту девушку, которую не видели все. Только жаль, что он не сказал ей это тогда, когда был шанс. Где Мадара или Лайя? Табирама зашел в главное здание, в надежде поговорить с лидерами о планах на будущее, но внутри их не оказалось. Они ушли где-то час назад, ответил молодой Учиха, разбирающий горы отчетов, лежащих на столе. Он не поднял глаза и не заметил, как Табирама презрительно посмотрел в его сторону, явно не желая с ним разговаривать дальше. Никто из клану Учиха до сих пор не внушал ему доверия. Передай им, что я заходил, достаточно грубым голосом попросил Табирама и сразу же вышел. Выйдя к самому центру деревни, он обратил внимание на то, как оживленно болтали жители. Это очень быстро растопило его холодное настроение. А когда мимо пробежали несколько подростков, играющих в воинушку, он даже еле заметно улыбнулся. Все эти моменты напоминали ему детство, но единственное, о чем он мечтал, чтобы его детство было таким же беззаботным, как и у них. Но этого не случилось. Да и эти дни больше не вернуть. Внезапно Табирама остановился и застыл. Что это? Он быстро покрутил головой, будто проверяя, нет ли ничего вокруг, но видимо, кроме него это никто не почувствовал. В этот момент только небо начало затягиваться огромными облаками. Табирама начал паниковать. Его дыхание избилось, а пульс увеличился. Да что же это такое, и почему никто это больше не чувствует? Сидя под деревом, Узумаки успокоилась и под пение птиц, она постепенно засыпала. Эти дни выдались слишком тяжелыми и ей никак не удавалось выспаться, поэтому, когда выдалась такая возможность, девушка закрыла глаза, в надежде отдохнуть. Но внезапно повисла тишина. Птицы замолчали, а ветер словно изменил свое направление. Элая резко распахнула глаза и глубоко втянула воздух. В груди появилось неприятное чувство. Оно словно стягивало все внутри и превращалось во что-то черное и болезненное, но Элая уже ощущала это раньше. Только где? Ветер поднял листья и понес их за собой так, будто он их звал тихим шепотом. Погода начала меняться и все небо затягивало темными тучами. Узумаки смотрела вслед улетающим в сторону листьям и будто видела сам поток ветра. Он был не сильный, но по какой-то причине поднял их. Дыхание девушки сбилось, а сердце пробивало один удар за другим. Мадара Элая встретилась взглядом сучхай. По его лицу было невозможно понять, что он испытывает в этот момент, страх или удивление. Что это? Но было ясно дно. Деревня с ужасом в голосе прошептал мужчина и в этот момент ветер словно решил подорвать все вокруг. Небо становилось все чернее, а тучи из-за внезапного ветра превращались в воронку. Основатели резко подорвались с места на скорости направляясь в сторону деревни. Приближалось нечто страшное. Она выворачивала душу наизнанку, а сердце уже падало в пятки. Что это? кричала девушка иди оказалось уже знал что произошло, но ей не отвечал. Ветер со страшной силой валил столетние деревья так, как будто это были соломинки, вырывая древние корни из самой земли. Пыль летела в глаза, а воронка в небе над деревней становилась все больше. Элайя ускорилась, вбегая на территорию деревни и видела напуганных жителей. Какого черта вы где-то торчит об этот момент? Зло воскликнул табирама, подбегая к лидерам. Что происходит? Повторно спросила Узумаки, когда они все вместе бежали к самому центру деревни. Не знаю, отрезал Синджу. В своей душе он был расстроен, что рядом с ним были только двое из другого клана, а его дорогой брат был непонятно где. Добежав до главной площади, Элайя резко остановилась и, выполнив техники, коснулась рукой земли. Сфера непроглядной темноты. Прошептал Узумаки и в этот момент из самой земли весь город начал окутывать купол абсолютной защитой. Он переливался темно-фиолетовыми отражениями. Деревня была под защитой, но это волнительное чувство не ушло. Скорее, наоборот, сейчас оно становилось больше. Что-то приближалось. Шиноби испуганно смотрели по сторонам, пытаясь понять, где это? Откуда идет такая мощь? Страх все больше селился в их сердцах и многие с ужасом затаили дыхание. Внезапный порыв ветра также неожиданно остановился и в воздухе повисла жуткая тишина. Она разрезала уши и это напряжение доходило до самых костей. Элая, затаив дыхание, внимательно всматривалась в сторону входа. Тело словно окаменело, и она просто не могла сдвигаться. И в один момент девушка все поняла. Но подняла голову она слишком поздно. Сверху взрыв. Что-то настолько огромное со страшной силой упало прямо на деревню, но отскочило от купола, отлетев в сторону. Шины безостыли на месте, не в силах пошевелиться от увиденного, а дети громко плакали. Мадара с облегчением вздохнул, если бы не было защиты, то все уже давно уже не существовало и стерлось бы в порошок. Учиха порадовался, что абсолютный геном не пробиваем, но он ошибся. Послышался жуткий вопль и узумок и с грохотом упало, на колени, не останавливаясь кричать. Что происходит? Мадара видел, как она зажимала правой рукой левую кисть, но то, на что он смотрел, вызывало у него все больший страх. Серебряный браслет на левой руке треснул, и эта трещина светилась ярким цветом. Элая закричал Учиха, присаживаясь рядом на одно колено и пытаясь привести ее в чувство. Но в этот момент случилось то, что было еще хуже. Помимо того, что непонятная вещь, упавшая на них сверху, все еще сотрясала землю, на купле медленно появилась большая трещина. Осколки защиты падали вниз, но еще в воздухе превращались в искры, а потом исчезли в воздухе. На глазах у Зумаки появились слезы. Адская боль пронзила ее изнутри. Она прекрасно знала, что это связано с тем, что ее защита разрушена. Свиток изнутри вопил от боли, и девушка совершенно не могла себя контролировать. Земля встрепенулась с новой силой, и паника в деревне началась по новой. Табирама направился к тому, что упала, не обращая внимания на земля трясения. Его скорость была невероятной, никто из Шиноби даже не мог проследить за его действиями. Мадара не мог оставаться здесь и помчался за Синджу, но по мере приближения он чувствовал странную силу. Это было как будто из другого мира. Это нечто было похоже на черную гору камней, которые были тесно прижаты друг к другу. Гора здесь имеет прямой смысл. Это что-то было невероятно, нет, невозможно гигантским, но не от этого все были в ужасе. Эта гора начала шевелиться и как будто вытягиваться вверх. Нет, в ужасе прошептал Табирама, что было возможно увидеть самую вершину. Да что же это вообще такое? Демон сверху. Взрыв. Что-то настолько огромное со страшной силой упало прямо на деревню, но отскочило от купола, отлетев в сторону. Шины безостыли на месте, не в силах пошевелиться от увиденного, а дети громко плакали. Послышался жуткий вопль. Узумок из грохота упала, на колени, не останавливаясь кричать. Что происходит? Мадара видел, как она зажимала правой рукой левую кисть, но то, на что он смотрел, вызывало у него все больший страх. Серебряный браслет на левой руке треснул, и эта трещина светилась ярким цветом. Элайя. На куполе медленно появилась большая трещина. Осколки защиты падали вниз, но еще в воздухе превращались в искры, а потом исчезли в воздухе. Земля встрепенулась с новой силой, и паника в деревне началась по новой. Табирама направился к тому, что упала, не обращая внимания на земля трясения. Мадара не мог оставаться здесь и помчался за Синджу, но по мере приближения он чувствовал странную силу. Это было как будто из другого мира. Это нечто было похоже на черную гору камней, которые были тесно прижаты друг к другу. Гора здесь имеет прямой смысл. Это что-то было невероятно, нет. Невозможно гигантским, но не от этого все были в ужасе. Эта гора начала шевелиться и как будто вытягиваться вверх. Нет. В ужасе прошептал Табирама, закидывая голову назад, что было возможно увидеть самую вершину. Мадара в ужасе стоял позади Синджу и лихорадочно соображая, как победить это существо. Это нечто было живым и сейчас вставало во весь свой рост. Оно было выше каньона. Намного выше. И, сейчас, вытягиваясь во весь рост, оно наводило ужас. Мужчины не растерялось. Они помчались в сторону гиганта и подпрыгнули вверх, чтобы взобраться на него. Учиха не мог допустить, чтобы этот монстр добрался до деревни, потому что тогда он ее полностью уничтожит. Оставалось его только остановить, но как это сделать? Ты знаешь, кто это? Крикнул Табирама в спину Учихи, надеясь услышать ответ, но тот ничего не сказал. В этот момент Мадара искренне пытался вспомнить о том, кто это. Он точно читал об этом в тайной комнате клана Учиха. Скопление огромного количества чакры, которое принимает облик монстра. Мужчины забрались до колена этого чудовища, но в этот момент он сделал шаг и все дико затряслось. Этот шаг стоил жизни сотни деревьев и разрушений ландшафта и Учиха был искренне рад, что ему нужно совершить таких шагов десять, чтобы добраться до деревни. А точнее демона преисподней. Действуем. Табирама, мгновенно выполнив ручные техники, выстрелил струей воды по ноге монстра с такой силой, что она разрезала все на своем пути. Он пытался остановить шаги по направлению деревни, но на поверхности осталась только маленькая царапина, которая никак ему не навредила. Синджу спокойно продолжил нападение, в целях остановить движение монстра. Даже хвастатые боятся вступать в схватку с этими существами. Мадара забрался ему на голову и высоко подпрыгнул для того, чтобы набрать скорость и силу удара. Он вонзил к тону прямо в самый центр его головы, но клинок треснул, разлетевшись в дребезги, но его это не остановило. Учиха за секунду полностью окутал тело монстра огнем, словно огнедышащий дракон, который извергал пламя, однако это не оставило никакого следа. Мадара уже был спокоен и его спокойствию можно было позавидовать, но рассудительный Табирама с каждой минутой все больше начал выходить из себя, громко цокая после каждой неудачной попытки, а демон уже начал делать следующий шаг, сбивая все на своем пути и вызывая новое землетрясение. Синджу прыгнул вперед и вниз, чтобы посмотреть на монстра со стороны. Табирама повернулся к нему лицом во время падения, в надежде рассмотреть его слабости спереди, но, посмотрев в его глаза, он замер. Мышцы словно застыли в одном положении и тело просто не могло сдвигаться. Время остановилось и звуки перестали иметь хоть какое-то значение. Сознание Табирамы, как и Мадара, громко кричали его имя, чтобы он очнулся, но было поздно. Чувство холода накрыло его с головой. Син-Джу видел только два огромных желтых глаза, смотрящие ему прямо в душу. Он вспомнил младшего брата, которого так нечестно убили на войне. Вспомнил, как убил брата Мадары. Как умер его отец и все стало ненужным, запутанным и больше неинтересным. Табирама. Яростно кричал Мадара, когда увидел, как рукодемон с огромной скоростью поднимается, чтобы сбить Син-Джу, а он просто летит вниз, даже не обращая на это внимания. Уворачивайся. Два огромных Табирама. Желтых глаза. Мадара понимал, что не успевает, но оттолкнулся с места и прыгнул за Син-Джу. Рука демона быстро приближалась, но коек-то был еще быстрее лазит, словно молния сверкнула в небе и пронеслась и перед гигантской рукой, и перед Мадарой так, что Учихе пришлось еще уворачиваться, чтобы его не сбили. Но волна ветра, которую поднял гигант, все равно была настолько сильна, что вся троица отлетела в разные стороны, оставляя трещины от падения. Мадарак выркнулся в воздухе и удачно приземлился на ноги. Пока он тормозил, оставляя в земле глубокие полосы, Учиха видел, как Табирама приземлился в лесу, а Элая мощно врезалась в стену каньона с такой силой, что камни отлетели в сторону. Но это никак ее не остановило. Девушка бодро выбралась из завала. Она была серьезна и сосредоточена. Волосы после удара растрепались в разные стороны, а на руках мужчина увидел кровь, которая стекала с браслетов. Он искренне не понимал, почему эти трещины приносили ей столько боли и почему вообще треснули. Элая сорвалась с места, вызывая катану, и замахнулась ей на монстра. Табирама поддержал Элаю сильной струей воды, целяясь в то же место, что и девушка, чтобы увеличить силу удара. Пока они сражались, Мадара спокойно выдохнул, закрывая глаза и встав в стойку. Только он собирался напасть, как увидел множество шинобей из деревни, которые с боевым кличем неслись в сторону врага. Совместные удары, техники и оружие заставили демона громко завопить. Его вой был настолько мощным, что все закрыли уши, чтобы не оглохнуть и перестали нападать. Те, кто атаковали с воздуха, рухнули вниз, чувствуя, как все их на трос драгалось от этих звуковых волн. Элая чувствовала себя беспомощной, но понимала, что не могла показать себя с этой стороны, ведь она управляет армией Шиноби-Канохи, а тут не может даже сделать что-либо. Ее рост еле достигал даже пальца ноги демона, который сейчас замахивался кулаком. Элая Мадара только переживал и волновался, не понимая, почему так плохо соображает. Учхо дико бесился от того, что все Шиноби-деревни пришли помогать и теперь он не мог найти девушку. Мадара видел, как монстр начал нападать, от этого забеспокоился еще больше, но заставил себя сосредоточиться, ведь он лидер и обязан защитить жителей деревни. Учхо быстро организовал Шиноби, владеющих стихией Земли, и они все вместе воздвигли четыре гигантских стены, чтобы было возможным не просто отбить удар, но и заточить демона в ловушку. В какой-то момент, место, на котором он стоял, стало превращаться в песок. Земля под ногами монстра начала рассыпаться из-за но очень медленно провалился под землю. Есть! Закричали кругом. Им удалось остановить его шаг. Однако, это вызвало еще большую волну сопротивления этого существа, которая пыталась приподнять ногу, чтобы вырваться из песчаной ловушки. Не дадим ему встать! Громко завопила Лайя, чтобы ее услышало как можно большее количество Шиноби. Она ветром понеслась в его сторону, запрыгивая на его еще не затянувшуюся ногу, и побежала вверх. Все взяли с нее пример и начали активно нападать, доказывая, что никто не сломлит их дух. Узумаки поднялась до бедра и, оттолкнувшись от его тела, пулей полетела вниз, разрезая окатанную часть связок колена. Снова прозвучал дикий и оглушительный вой. В этот раз он был сильнее, потому что это место у него не было так защищено и он с громким треском приземлился на одно колено, потеряв равновесие в песке. Мадара усмехнулся и, взяв с нее пример, проделал то же самое со вторым, чтобы у него больше не было возможности встать вообще. Демон с грохотом вонзил свою руку в землю, опираясь на нее, чтобы выбраться из песка и точно бы когата убил, но, слава богам, там никого не оказалось. Табирама так и думал, что это произойдет, поэтому заранее от опасных зон отогнал всех шинобе деревни. Элая гордо улыбалась за своих жителей. Она была счастлива, что все они и на серьезно, но спокойствия все никак не приходило. С каждой минутой становилось все напряженнее. Она уже собиралась снова атаковать, как вдруг остановилась. Демон смеялся. Но никто как будто не обратил внимания. Все гурьбой неслись на это нечто, которое громко и очень злобно смеялось. Его смех холодом отзывался на кожу девушки, по которой то и дело пробегала толпа мурашек. Из всей многочисленной волны шинобе она заметила Табирама на другой стороне Мадару с левой стороны. Они замерли. Элая догадалась, что мужчины тоже слышали этот жуткий злобный смех, который простирался на всю долину. Но почему же на это не обращали внимания остальные? Они все делали тщетные попытки нападения, которые не приносили ни единого вреда демону. Скорее всего поэтому он смеялся. Смеялся над их беспомощностью. Смеялся над тем, что он гораздо выше их во всех смыслах этого слова. Смеялся, потому что они были просто для него какая-то шутка. И девушка была права. Табирама услышал странный раскатистый звук. Казалось, что несколько голосов сплелись воедино и громко засмеялись. От одной только мысли о том, что этот демон смеет над ними насмехаться, Синджу впал в ярость. Он не собирался контролировать свой разум и оставаться спокойным. Сейчас его раздражало все, что только могло бы вообще произойти. Где же ты? Демон начал подниматься. Его раны постепенно заживали. Но теперь они хотя бы знали несколько слабых мест, куда есть еще раз шанс ударить. Хаширма. Мадара с помощью огня поднялся высоко в воздух и завис на уровне гигантского круглого кристалла, который торчал из его груди. Казалось, что он был очень гладкий и выглядел так, будто внутри находилась вода. Однако, когда мужчина ударил по нему огненными шарами, поверхность даже не поцарапалась. Элая видела попытки учихи Синджу и в голове продумывала план. В какой-то момент девушка поняла, что она улыбается. Все внутреннее состояние спокойно ей весело. Какой-то неожиданный прилив сил помог ей понять, что все хорошо и есть возможность выстоять. Она не знала, кто это. Ей никогда не читали в детстве сказок и не рассказывали историй. Никто этому ее не научил. Но она умела все схватывать налету. Узумыки вновь полюбилась сражаться, но только, чтобы выяснить, кто сильнее, а не на жизнь. Ей нравилось драться и использовать новые приемы, но не нравилось, когда кто-то погибал. Война эта слишком страшная и все были такого же мнения. Но тогда, почему она сейчас улыбается? Почему смотрит на все это с улыбкой? Демон громко смеялся вместе с ней. Видимо, ему тоже было весело. Он поднял одну ногу, за которой тянулись длинные полосы песка и уперся на твердую землю, но в шинобе земли и здесь постарались. Они мгновенно превратили эту часть в песок и монстру пришлось снова опираться рукой, чтобы не завалиться. Несмотря на свои размеры, двигался он быстро. Это отметил каждый, но никто еще не знал, на что он способен. Вряд ли это существо ограничится лишь тем, чтобы махать руками. Но вся троица искренне надеялась на то, чтобы успеть завалить его до того момента, как он действительно начнет действовать. Узумаки просто стояла и наблюдала за происходящим, пока не вмешиваясь в битву. Катана в ее руках исчезла. Что-то подсказывало девушке, что здесь что-то не так. И вопрос был больше в том, откуда он взялся. Как он вообще появился? И разве бывают такие существа? Ей казалось, что Мадара или Хаширома наверняка бы ответили на этот вопрос. Но она не знала. Все происходящее больше напоминало какую-то выдумку и, если бы она об этом кому-то рассказала, ей бы не поверили. Узумаки перевела взгляд на Ашиноби и ей на глаза попался мальчишка лет десять, который кинул куны с испарилась. Элайя бросилась в его сторону, схватив мальчика за плечо. Что ты здесь делаешь? Рассерженно воскликнула девушка и внутри нее вспыхнула злость. Они столько всего сделали для того, чтобы дети и дети никогда не сражались и не участвовали в войне. Для чего они защищали их мир, если дети участвуют в битве? Яшина Беконохи скинул ее руку недовольный пацан. Возвращайся в деревню, тебя же могут убить. Настаивала Узума Киа, стоя спиной к демону, совсем не видела того, что происходит сзади. Монстр открыл рот оттуда сначала вышел пар, а потом он начал собирать чакру в единый шар, который с каждой секундой становился все больше. Мальчишка громко вскрикнул, указывая пальцем, но Лайя повернулась слишком поздно. Демон уже выстрелил. Деревни. Это было последнее, что промелькнуло у нее в голове, когда грудью она закрывала незнакомого мальчишку, а потом весь их мир охватил взрыв. Мадара с помощью огня поднялся высоко в воздух и завис на уровне гигантского круглого кристалла, который торчал из его груди. Казалось, что он был очень гладкий и выглядел так, будто внутри находилась вода. Однако, когда мужчина ударил по нему огненными шарами, поверхность даже готовился долгое время. Демон наконец-то начал нападать. У его лица начал появляться шар, вбирающий в себя чакру со всех уголков этого места. Мадара это видел и чувствовал всем своим телом. Но мужчина был готов отразить удар. Его глаза в один момент налились кровью. Он словно в замедленной съемке сосредоточенно скрестил пальцы. Учхо знал, что сейчас за его спиной весь его клан, клан он просто не мог проиграть. Монстр уже запустил в них яркий и в то же время ужасающий свет. И в этот момент у Мадара в руках появилось его любимое и самое главное оружие гунгбай. Сейчас он искренне верил, что сможет отразить удар. Учхо замахнулся оружием, и после того, как оно всего на пару миллисекунд поглотило технику демона, отразил удар. Едва техника коснулась демона, вокруг все как будто взлетело на воздух. Все окутало пламенем, а потом послышался треск. Учхо приземлился на землю, внимательно наблюдая за огненным шаром, который в этот момент словно окутал демона. Табирама, стоящий на другой стороне, уже сделал щит из воды, чтобы защитить тех, кто находится рядом с ним. Он надеялся, что треснула броня монстра, но этого не случилось. Рука демона внезапно вырвалась из огненных объятий и на скорости вонзилась в землю, снося все на своем пути. За облаком поднявшейся пыли земли, не было видно, сколько шиноби он ранил или может быть даже убил. Вопли и крики были слышны повсюду, словно каждый решил в эту минуту сообщить о том, как ему было больно. Это было просто невыносимо. Мадара понесся в сторону удара, но тут же со всей силой врезался во что-то прозрачное, на месте удара которого тут же возникли фиолетовые отражения. Он с испугу упал на землю и тут же вскочил. Это же защита Элая. Когда пыль постепенно осела, Учхо увидел девушку, которая стояла по центру купола и злостно смотрела в глаза демону, чья рука прям опиралась в ее защиту. Руки у Зумаки были крепко сжаты в кулак и залиты кровью, которая не останавливая из вытекала из трещин на ее браслетах. Девушка громко вздохнула и вызвала катану. Одним лишь взмахом оружия ей удалось отбросить руку демона в сторону и в этот момент ее купол превратился в стену между шинобей с канохи и монстром. Все в деревню. Закричала она, что он есть мощи, рукой указывая на каноху. Учиха больше всех понимал, что она чувствует в этот момент, видя, как многие были ранены. Как кровь заливала землю и как они отчаянно кричали. Большая часть воинов сначала вовсе не поняла ее приказа. Отступить? Но почему? Они готовы все сражаться за свой дом. Элайя, что ты творишь? Воскликнул Синджу, подбегая ближе. Казалось, что он был спокоен, но в его глазах можно было разглядеть страх. Несмотря на свою силу и смелость, парень все равно был их младше, и девушка всегда думала о нем, как о младшем брате Хаширамы, считая его ребенком. Отведя всех в деревню, твердо сказала Элайя, даже не повернувшись к нему лицом. Она наблюдала за демоном, обдумывая план действий, пока тот пытался удержать равновесие. Мы не справимся без помощи. Продолжал настаивать брат Хаширамы, схватив Узумаки за плечо и развернув к себе, но в этот момент все изменилось. Парень резко отошел на несколько шагов назад, увидев этот пронзающий просто убийственный взгляд. Такое было впервые. Он один из сильнейших Шиноби, чувствовал такую жуткую мощь только посмотрев ей в глаза. Ну и жуть. Табирама, ее фиолковые глаза блестели ярче, чем обычно. до этого, у нее не было такого шанса, впрочем, как и у Чихи. Но теперь им никто не должен мешать. Мы с Мадарой скоро вернемся. Это была точка. Узумаки закончила разговор и ничего больше не желала слушать. Она лишь смотрела, чтобы никто не остался на поле битвы. Табирама бессильно сжал руки в кулак, а потом направился в сторону деревни, попутно направляя Шиноби. Он понимал, почему она это делает. Элай слишком хорошо знала о том, что, если с ними что-нибудь случится, кто-то должен будет править деревней. Пусть и не озвучила это вслух. Пока Шиноби деревни бежали обратно, тащив за собой раненых, а демон уже выбирался из песка, Мадара подошел к Элай остановившись рядом с ней. И почему ты постоянно так поступаешь? Тяжело вздохнул Чиха, покрепче сжав гумбай в руке. На его губах проскользнула улыбка, однако он быстро ее спрятал. «Я хочу, чтобы дети не знали, что такое война и больше никто не умер», напомнила Элай поставив руку перед грудью и выполнив технику. Пока демон все еще мешкался, оглушительно вопя, она убрала стену между ними и мгновенно воздвигла новую, окружая деревню. Узумаки не знала, как ему больше, чем в прошлый. Эй, Мадара, увидев, как Элай расстроилась, чуть подтолкнул девушку в бок. И, когда она посмотрела на него, снова немного улыбнулся. Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи. Узумаки громко усмехнулась, а потом и вовсе рассмеялась. Элай думала о том, как она вообще могла влюбиться в Шенрогана, когда рядом с ней такой учха. Его глаза. Его влюбив, но в этот момент ей пришла в голову одна очень страшная мысль. Мадара, в ее голосе прозвучала надежда и это очень поразило учиху. Пожалуйста, скажи, что ты просто загнал меня в гендюцу. Она опустила голову и скрыла глаза за челкой, чтобы он не видел грусти на ее лице. Пожалуйста, скажи, что я просто вижу страшный сон. Элай мужчина очень удивился. Он совершенно не ожидал этого услышать. Мадара громко воскликнула девушка, но в этот момент демон начал свое нападение и от его следующего шага земля треснула. Нет, это был не кошмар. Это была реальность и они оба прекрасно об этом знали. Неожиданно Мадара вспомнил, что гендюцу в детстве на нее не действовал. Она каким-то образом его избегала или знала, как выбраться. Берегись. Учиха резко откинул ее в сторону от себя и прыгнул в другую. Он медленно перевел взгляд на то место, где они только что стояли. Глубокая трещина появилась в земле до самой деревни. Он пальцами прикоснулся к лицу, чувствуя на щеке что-то липкое. Это была кровь. На спине мужчины появился холодный пот. В этот момент они могли оба умереть. Как же хорошо, что у него есть шарингом. Узумаки уже была на ногах и ее взгляд был направлен туда же, куда им одары. Если бы не защита, то деревни боже не было. Сердце Лайи бешено забилось. Она схватилась за одежду на груди и не в силах восстановить дыхание. Как же ей теперь было страшно, и этот страх сковывал все ее тело. Никогда она не чувствовала себя так плохо на поле боя. Ей же это нравилось. Она любила драться. Любила сражаться. Тогда почему сейчас девушка даже не может сделать шаг? Мадара закинул гумбай за спину и успокоился. Весь мир сейчас словно застыл, и он чувствовал, что находится здесь один. Раз. Его руки сделали круг, выполняя разнообразные техники. Два. В этот момент воздух как будто задрожал и все вокруг него охватила чакра. Что-то темное и страшное овладевало Элайей, когда она смотрела на очаху. Три. Внезапно демон остановился. Девушка испуганно посмотрела вверх и увидела причину. Тучи в небе резко разошлись в разные стороны. Да ну! Это все, что успела сказать девушка, когда с неба летела гигантская глыба, размером даже больше, чем монстр перед ними. Откуда Мадара вообще знает такие техники? Это был метеорит. Он с невероятной скоростью силой летел прямо в голову демону, который даже не успел поднять руку. Мир словно превратился в хаос, а рев этого существа еще больше нагнетал обстановку. Элайя даже не успела увидеть, что случилось, когда с неба, разбиваясь от демона, который во весь рост падал на земле, сыпались горы гигантских однако кисти горелись от боли. Кровь перестала литься, но трещины в браслетах не затягивались. Мадара громко завопила она, в надежде его найти, но на нее уже летел камень, готовый ее раздавить. Узумки с легкостью уворачивалась от каждого осколка метеорита, отталкиваясь прыгая вверх. Выполнив еще одну технику, она ветром пыталась столкнуть летящие камни дальше от деревни. Благодаря технике Мадары, в этой схватке пострадал только демон, который все еще истошно вопил. Где же ты? Учхо уже давно хотел попробовать техники, которые были написаны в свитке в тайной комнате отца. Столько лет прошло, но мужчина ничего не забыл. Однако он и подумать не мог, что у него все правды получится, пусть на это и потребовалось огромное количество чакры. Когда с неба начался камнепад, Учхо вспомнил про девушку. Однако рядом ее уже не было. На прекрасный лес, который когда-то был рядом с деревней, невозможно было смотреть без слез. Больше здесь не было ничего. Ничего. Земля была вспахана и треснута настолько глубоко, что складывалось чувство, что зелени здесь не было никогда. Но Мадаре было все равно, его такие мелочи больше не интересовали. Он не раз видел, как красивые земли превращались в нечто ужасное, но даже это не шло в сравнении с тем, что было сейчас. Где-то рядом послышался голос Илайи, но он сразу утонул в крики монстра. Учхо громко цокнул. Глупая девчонка. Неужели так сложно просто отойти в сторонку и не мешать? Она же сейчас опять полезет его искать. Внезапно все закончилось и поверженный демон лежал на земле, не шевеляясь. Тишина, которая так неожиданно появилась в воздухе, разрезала слух и пробирала до самых костей. Еще минуту простояв в стойке и в достаточно напряженной атмосфере, Учхо громко выдохнул и успокоился. Кажется, это все. За его спиной послышались шаги, которые превратились в бег. Он не успел повернуться, как на него прыгнула подруга и крепко обняла за шею. Он облегченно выдохнул, подумав о том, как же хорошо, что она в глаза и замер. Она была сейчас так близко к нему, очаровательно улыбаясь. На ее лице были полосы от крови. Видимо, она убирала волосы окровавленными пальцами и оставила следы. Коса расплелась и волосы смешно торчали в разные стороны. Элая нежно прикоснулась пальчиками к царапине, обеспокоенно оглядывая порез, оставленный на его щеке. Расстояние между ними сократилось и невольно они медленно потянулись друг к другу. Чакра и силы были на исходе, но главное то, что их деревня была спасена, поэтому чувства бурлили рекой. Но случилось то, что никто не ожидал. В этот же момент прозвучал взрыв и все здесь снова взлетело на воздух. Внезапная мощная волна откинула их двоих в разные стороны до самой деревни. Мадара от неожиданности не успел увернуться, больно ударившись головой о торчащий из земли камень, и тут же вырубился. Элаи краем глаза успела увидеть, как его бесчувственное тело силой техники отлетело в сторону деревни. Но почему? Почему это случилось в тот момент, когда она наконец приняла свои чувства? Почему все так несправедливо? Элаи с треском врезалась сначала в один камень, потом в другой, закрывая руками голову. Это был самый мощный удар за все их сражения, от которого она вообще не успела увернуться. Как он вообще смог встать после того, как на него упал метеорит? Сил почти не осталось, но девушка прекрасно понимала, что она не могла проиграть. Просто не могла. Прости, Хаширама. Это было последнее, о чем подумала девушка, прежде, чем потерять сознание. Ей было очень жаль. Шиноби деревни скопились у самой защиты, наблюдая за сражением их лидеров. Они прекрасно понимали, что демон не сможет просто так уничтожить защитный купол деревни, поэтому стояли у края, чуть ли не тыкаясь в него лицом. В отличие от счастливых жителей, Табирама, когда увидел, что монстр упал и больше не встал после атаки метеоритом, не поверил, что все получилось. И он совсем не понимал, почему Мадар и Саларий так успокоились, когда все закончилось. Им даже в голову не могло прийти, что он еще может подняться. Сен-Джу первым понял, что сейчас случится что-то неладное и сразу же кулаком ударил по защите, громко окрикивая парочку, которые уже счастливо обнимались, но его крик не был слышен за градой. Демон даже не пошевелился, но Земля еще раз взорвалась с такой силой, что разлом метеорита показался просто цветочком. Даже через абсолютный геном он почувствовал мощь этого удара. Это все случилось как Мадара с треском врезался в купол, а потом его обмякшее тело рухнуло на землю. Элайю несколько раз перевернула в воздухе после удара и, упав, она прокатилась по земле еще метров пятьдесят, совсем немного не долетев до стены. Сердце Табирамы упало в пятки. Он с грохотом упал на колени. Нет. Нет. Так не может быть. Они же сильнейшие в деревне. Вставайте. Сен-Джу имена, в надежде, что они встанут. Но лидеры совершенно его не слышали. В этот момент Табирамы был готов заплакать от своего бессилья, но сдержался. Чувство отчаяния накрыло его с головой, но он не мог показать эту слабость жителям деревни. За его спиной послышались крики, которые словно молили о том, чтобы учхо и узумаки встали, но все было тщетно. В толпе кто-то громко зарыдал. Нет. Табирамы просто не верил своим глазам и все время про себя повторял, что они смогут. Они встанут. Они просто не могут бросить их. Однако, он сам совершенно в них не верил. Вот, если бы здесь был брат, то все было бы по-другому. Хаширамы бы никогда не сдался. Он бы по-любому знал, как расправиться с этим чудовищем. Но брата не было. Была только деревня, защитный купол и этот полный опасности мир за ним.